Всем привет! Темой сегодняшнего урока будут напитки. И начнем мы со слова сок. Это слово будет очень легко запомнить, если мы представим, что немцы на завтрак предпочитают пить сок. И именно на завтрак. Поэтому и называют сок завт. Большинство напитков в немецком языке мужского рода. Слово сок относится к большинству. Поэтому der Zavt. Сок der Zavt. Следующим напитком у нас будет молоко. Это слово будет легко запомнить особенно тем, кто любит сладости. Потому что многие сладости состоят из молока и называются по-молочному. Milk это, конечно, английское слово молоко. Но немецкое слово ушло от него недалеко. Просто букву K заменили буквы CH. И получилось слово Melch. А так как молоко у нас дают животные женского пола, то и рот у молока женский. Die Melch. Молоко. Die Melch. Перейдем к напиткам покрепче и запомним слово вино. Оно, в принципе, очень похоже на русское. Wine. Но чтобы запомнить его именно в такой форме, давайте представим грузина, который, наслаждаясь бокалом вина, говорит Ещё бы он говорил И слово вино мы бы точно запомнили. В отличие от молока, вино, как и большинство напитков в немецком языке, будет мужского рода. Вино. Чтобы запомнить ещё один напиток, давайте обратимся к словарю Ожегова, который определяет слово секта как группу лиц, замкнувшихся в своих мелких узких интересах. А вот если чисто гипотетически, я и ещё несколько моих гипотетических подруг собираемся каждую неделю и проявляем интерес к шампанскому. Ну, согласитесь, в отличие от других алкогольных напитков, шампанское довольно-таки узкий интерес. Так вот, можно ли это всё назвать сектой? Не знаю, как вы, а немцы со мной согласны. И даже в честь этого назвали шампанское зект. Почти как слово секта. Так же, как и многие напитки в немецком языке, шампанское мужского рода. Дея зект. Шампанское. Дея зект. Я, конечно, понимаю, что после шампанского нелегко освежить все события в памяти, но тем не менее мы попытаемся. Как будет сок, который немцы предпочитают пить с утра? Дея зафт. Как будет молоко, из которого производят различные сладости? Дея мельх. Вино, которое любой грузин может оценить по достоинству. Дея вайн. И шампанское, которое можно выпивать в компании людей с узкими интересами. Тея зект. Отлично! Если все сегодняшние напитки уложились у вас в памяти, обязательно поставьте лайк на это видео. А также пишите в комментариях, насколько оно было для вас полезно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok